Американская экономика Здесь большое значение могут иметь железные дороги. В своей инаугурационной речи Трамп сказал, что мы будем строить мосты, тоннели и железные дороги. Мало кто обратил внимание на это и железные дороги. Между тем Соединенные Штаты очень отстали в сфере железнодорожного сообщения. В прошлом США переживали экономический бум за счет интенсивного железнодорожного строительства. Так было при Авраме Линкольне и после при других президентах, республиканцах, таких кумирах Трампа. А сейчас мы видим, что автомобильные компании добились ослабления железнодорожной системы США, где-то даже регресса этой системы. А самое главное, в США нет высокоскоростных железных дорог. Ну почти нет, то есть очень мало используется этот вид транспорта. И то началось это только с начала 2000-х годов. То есть существует такой задел, такая область, в которой можно провести крупномасштабную программу. Взять и сделать так, чтобы США покрылись новыми ветками железнодорожными, чтобы активно применялся высокоскоростной железнодорожный транспорт, чтобы он использовался не только для перевозки пассажиров, но и грузов. То есть теснее связать центральные штаты со штатами побережья. И самое важное, обеспечить заказами американских производителей, потому что потребуется огромное количество локомотивов, вагонов, строительства депо, строительства разных других сооружений. То есть это даст экономике мощнейший импульс. Это вызовет тот самый мультипликативный эффект, который и обеспечит устойчивый экономический рост. Вот такой план, план связанный с железными дорогами, план, дающий заказ именно американским производителям, одновременно улучшающий транспортную систему Соединенных Штатов, ее революционизирующий, дотягивающий до уровня Японии, Германии, Франции, где активно используется высокоскоростной железнодорожный транспорт. Вот этот план Трамп мог бы реализовать. Он логичен. И самое главное, он в принципе даже в некотором смысле архаичен, потому что строительство железных дорог было основой экономического роста на протяжении многих десятилетий американской истории. И в новых условиях, когда железные дороги сильно отстали, это могло бы также дать мощный импульс американской экономике. Но вот об этом мы как раз думаем с коллегами из лаборатории Международной политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова, о чем недавно у нас был такой релиз. Мы оценили ситуацию и поняли, что действительно такая возможность существует. И Трамп не случайно говорит о железных дорогах. Другое дело, что политически он заблокирован. И до того момента, пока он политически заблокирован, не изменится состав Конгресса. Или не будет дан зеленый свет его какой-то более смелой решительной политике, такое решение, решение по масштабной железнодорожной программе, ее реализации в США вряд ли пройдет. Но оно напрашивается само собой. Это то направление, которое действительно может оказаться для Трампа главным в экономике, ну во внутреннем рынке, по крайней мере. И это важно. И об этом, кстати говоря, стоит помнить нам, россиянам, потому что у нас-то ситуация, в общем, сходная. Субтитры создавал DimaTorzok